МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы говорим о важном и интересном, о том, что волнует каждого из нас. Меня зовут Антон Парахин. В ближайшие полчаса мы расскажем о главных событиях минувшей недели. Проводили на пенсию. Почему омские чиновники один за другим уходят в отставку и каковы причины такого финала карьеры? Не вывезли. Почему собраны горожанами мусор, а остался на улицах? И когда порядок все-таки на виду? Тепловой удар. Почему жители Омского района отдают большую часть зарплаты за коммунальные услуги и кто хотел развалить тепловой комплекс региона? Подрев моторов и людей, а мечам не дают спать заполонившие дороги мотоциклисты. Громкая отставка в облправительстве, отмечу, весьма ожидаемая. Виктор Назаров уволил своего заместителя Станислава Гребенщикова. Напомню, Следственный комитет подозревает его в злоупотреблении должностными полномочиями при выборе подрядчика для реставрации здания страхового общества Саламандра, где должен разместиться сибирский филиал Эрмитажа. Ранее, теперь уже бывший зампред правительства, был допрошен новозибирскими следователями. Дома у него прошел обыск. В региональном правительстве, правда, заявили, что чиновник сам написал заявление. Адвокаты Гребенщикова уверяют, отставка связана не с уголовным делом, а с выходом на пенсию. Со Станиславом Гребенщиковым связывают и еще один скандал вокруг Омской тепловой компании. Еще совсем недавно предприятие было на грани банкротства, как Омская тепловая компания, по сути, единственный муниципальный актив, дошла до такого состояния. Кому было выгодно разваливать тепловой комплекс Омска и какую роль в этом мог сыграть теперь уже экс-зампред областного правительства? Слово Павлу Ремневу. В поселке Ростовка редко кто платит за квартиру меньше существенной доли зарплаты или половины пенсии. Тамара Корсун с мужем на новую стиральную машину копили больше года. Чтобы вовремя погасить коммунальные платежи, приходится ограничивать себя во всем. На еде тоже приходится, не будешь покупать каждый раз мясо, что-нибудь так. Здесь никого не удивишь долгом за коммунальные услуги в десятки тысяч рублей. Если не секрет, сколько зарплата? Где-то 20-22 тысячи. Ну вот я работаю на птицефабрике у нас туда. И получается за все коммунальные отдаешь? Ну почти больше ползаплата, 70 процентов, 75. То есть прожиточный минимум даже не выходит. Осенью 2015 года в некоторых поселках Омского района даже отключали тепло. У людей накопились гигантские долги. Без отопления остались жилые дома, отменили занятия в школах и детских садах. Задолженность продолжает накапливаться и сейчас. В администрации Омского района говорят, если в 2016 году она составляла 27 миллионов рублей, то к 2017 выросла до 40 миллионов. А долги у людей появились из-за резкого роста тарифов. В сентябре 2014 года в поселках Омского района резко выросла плата за тепло. Все дело в продаже двух котельных частной ферме в поселке Ключи и здесь, в поселке Ростовка. Самые современные, самые надежные и самые прибыльные. Они давали около половины дохода тогдашней тепловой компании Омского района. И как только их не стало, тарифы взлетели вверх. Сейчас стоимость гигакалорий для потребителей Омского района составляет 2900 рублей. Чиновники посчитали, если бы эти котельные были переданы муниципалитету, то тариф на тепло был бы значительно ниже – около 2000 рублей за гигакалорию. Но теплоисточники достались омской строительной фирме «Русвентпром», генеральным директором которой работает депутат законодательного собрания и активист ОНФ, борец за справедливые тарифы на жилищно-коммунальные услуги Вячеслав Васильев. Скажите, пожалуйста, «Русвентпром» ожидал, что будут такие последствия от его покупки котельных? Или какая разница, не мы тут другие выкупили? Я думаю, что к данному вопросу это полномочия и на отношения не имеет, чтобы сейчас обсуждать. Чиновники администрации Омского района на аукционе торговались до последней копейки. Но денег не хватило. На обе котельные выделили всего 25 миллионов рублей. В правительство обращались, в Министерство строительства жилищно-коммунального комплекса, они контролируют все-таки такие ситуации? Безусловно, обращались, но на публичное проведение торгов ни правительство, ни Министерство строительства повлиять не могут. То есть мы работаем и вправе применять решения в рамках действующего законодательства. Ну это же может быть еще и какое-то дополнительное финансирование на то, чтобы вы поучаствовали в конкурсе. Не самим им заявляться? Ну дело в том, что конкурс объявился, аукцион был объявлен достаточно быстро и мы о нем узнали. И поэтому процедура выделения субсидий через правительство Омской области это достаточно длительный процесс, это не один месяц. Были несколько встреч с Министром жилищно-коммунального хозяйства и строительства господином Гребенщиковым, где все нас уверили, что ситуация под контролем, все в курсе и все будет хорошо. Но ситуация с каждым днем еще усугублялась. Сейчас можно только догадываться, чем руководствовался тогдашний Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области Станислав Гребенщиков, оставляя Омский район без финансовой помощи. В результате котельные оказались в аренде у муниципальной тепловой компании Омска, а ей ранее руководил все тот же Станислав Гребенщиков. Сейчас его подозревают в превышении должностных полномочий и он недоступен для комментариев. А за котельные, которые обслуживают половину Омского района, теперь платят омичи, ведь в тариф на тепло заложена арендная плата. Кстати, с мая 2015 года ее подняли с 10 до 17 миллионов рублей. В этом же году и сама Омская тепловая компания оказалась в предбанкротном состоянии. И необоснованно завышенная арендная плата за две котельные в Омском районе – лишь пункт в огромном списке претензий РЭК и прокуратуры к руководству муниципального предприятия. По данным региональной энергетической комиссии, за 9 месяцев 2016 года тепловая компания выполнила инвестиционную программу лишь на одну шестую. Прокуратура установила, что руководство муниципального предприятия не подает иски в суд с требованием взыскать дебиторскую задолженность. При этом, по данным на начало 2016 года, само предприятие должно кредиторам более полумиллиарда рублей. Экономически необоснованных расходов в результате неверных управленческих решений в 2013 году проверяющие насчитали 170 миллионов рублей. Их, кстати, исключили из тарифа на 2015-й. В РЭК считают, что именно в 2015-м компания ушла в крутое финансовое пике. Сокращение тарифа повлекло за собой требования банков по досрочному возврату кредитов. После изъятия и снижения тарифа в результате действий РЭК был изъят кредит Сбербанком порядка 300 миллионов рублей. И он был изъят у предприятия, потому что у Сбербанка... Досрочно, да? Да, досрочно. Ну, как бы условия предоставления кредита не соблюлись. И вот уже это усугубило нашу критическую ситуацию на предприятии. То есть предприятие было в 2015-м году из оборота изъято полмиллиарда. Возможно ли, что городское предприятие намеренно подводили под банкротство, чтобы перевести муниципальный актив в частную собственность? И может ли быть совпадением, что именно Станислав Гребенщиков, человек, имевший большое влияние как на саму тепловую компанию, так и на региональный жилищно-коммунальный комплекс, лоббировал присоединение тепловой компании к акционерному обществу Омск РТС? Мэр Омска отказался комментировать ситуацию, но ранее он резко возражал против такого слияния. В ответе на письмо Станислава Гребенщикова он предупреждает. В результате мэрия может вообще потерять контроль над муниципальным имуществом. Как уже произошло ранее с Омск-Водоканалом и Горгазом, и едва не случилось с Омск-Электро. Впрочем, в четверг стало известно, что тепловая компания в полном объеме выполнила согласованный с Газпром Межрегионгаз Омск график платежей за апрель. И еще одно совпадение. Это произошло только после того, как на Станислава Гребенщикова было заведено уголовное дело, а самого его уволили из правительства Омской области. Мы продолжим следить за развитием расследования уголовного дела, возбужденного в отношении Станислава Гребенщикова. Все подробности в следующих выпусках программы «Омск здесь». На минувшей неделе правительство региона покинули еще два министра культуры и строительства – Лопухин и Бирюков. Оба с одинаковой формулировкой в связи с выходом на пенсию. И оба через несколько дней после приезда в Омск премьер-министр Медведева, напомню, председатель правительства, отчитал губернатора за темпы и качество ремонта дорог и изучил ситуацию в культурной сфере региона. Кто-то скажет – опять совпадение. Тем не менее, мы решили посмотреть, а есть ли основания предполагать, что причина ухода в другом. В этом году в регионе провалили программу капремонта. Как заявил главный жилищный инспектор страны Андрей Чибис, в России нет субъекта, где капремонт шел бы хуже, чем в Омской области. А тарифы на ОДН, установленные в нашем регионе, очень удивили главу федерального минстроя Михаила Меня. К бедственному состоянию омских дорог стоит добавить и неоднозначную реализацию программы расселения мечей, когда из аварийного жилья людей переселяли в такое же аварийное. Не завершено в срок строительство ряда основных культурных объектов в 300-летие. Крупнейшие – филиалы Эрмитажа, здание Театра Галерка и архитектурный ансамбль Омской крепости, которую, к слову, показывали премьеру Медведеву. Министры в регионе уходят один за другим. По-прежнему невыбранный новый мэр, возможно, повторный конкурс объявят 10 мая на очередном заседании городского совета. Обещают рассмотреть и предложения депутатов по изменению системы выборов. Наблюдатели же прочат в мэры назначенцы из Москвы. Объясняют это тем, что региональные элиты не смогли договориться. Губернатор потерял контроль над ситуацией, а значит, ждать когда и чем она разрешится не стоит. Вполне возможно повторение вот такого ярославского, допустим, сценария, когда одновременно из Москвы будут десантированы и глава региона, и глава города, которые, скорее всего, не будут иметь отношения к Омску, либо там работали в нем когда-то, может быть, являются выходцами из региона, но довольно давно там не работают. Ну, я опираюсь именно на опыт тех регионов, где вот аналогичная картина складывалась, и мы видим, как федеральный центр ведет себя в этой ситуации, что он не ставит ни на одну из конкурирующих внутриэлитных группировок, а ставит на совершенно внешних, так сказать, игроков, которые приходят в регион и, по сути, так сказать, обнуляют эту шахматную партию, начинают игру с белого листа. История с душком. Это я уже про продолжающиеся поиски источника зловонных выбросов этилмеркаптана. Напомню, третий месяц чиновники не могут найти или определить виновных. А мечи с середины февраля жалуются на выбросы в атмосферу вещества, которое в промышленности для запаха добавляется в бытовой газ. Проверка указала на северную промышленную зону Омска. И вот на минувшей неделе Ростехнадзор озвучил результаты своей проверки, которые лично я не назову неожиданными. Были проверены предприятия СГ Трейдинг, заводы Палеом, Омский Каучук и акционерное общество «Газпромнефть» ОНПЗ. И только последнее, по данным надзорного органа, используют в производстве этилмеркаптан. У остальных организаций нарушений, связанных с выбросами в атмосферу этилмеркаптана, не выявили. После рекламы расскажем, почему мечам придется еще месяц терпеть мусор на улицах города. Оставайтесь на продвижении. ХП АйПи. Город звучит. Хорошо там, где есть «Радио Дача». 101.0 FM в Омске. Радио Сибирь. Слушай себя. Это Омск здесь. Двигаемся дальше. Клиенты закрывшегося Омского банка Сибэ смогут получить свои деньги в Россельхозбанке. Именно он определен агентством по страхованию вкладов, структурой которой займется выплатами. Напомню, в конце апреля Центробанк отозвал лицензию Омской кредитной организации за выводы активов, манипуляции отчетными данными и игнорирование требований надзорного органа. Если размер вкладов не превышает 1 миллиона 400 тысяч рублей, получить их вкладчики смогут без проблем. Если сумма больше, она не компенсируется страховкой и погашать долг перед вкладчиками будут уже в ходе ликвидации банка. Добавлю, что Сибэ стал третьей Омской кредитной организацией, у которой за последние пару лет Центробанком были отозваны лицензии. В январе 2016-го в аналогичной ситуации оказался Мирафбанк, а в январе 2017-го – Сириус. Отмечу, что Сибэ был вторым после Мирафа старейшим Омским банком. Работал с 1993-го года. Если на начало 2000-х в Омской области было 9 собственных кредитных организаций, то сегодня осталось 3. Это Акционерное общество ИТБанк, Акционерное общество Экспертбанк и ООО НКО Перспектива. Уборка после уборки. Это я про субботник в Омске. Мусор собрали и оставили его на улицах города. Набитые под завязку черные полиэтиленовые пакеты уже как примета мая. Они в парках, вдоль дорог и у домов. Где-то аккуратно составлены, где-то просто свалены друг на друга. А порывы ветра разносят мусор из них. С первого субботника, на который чиновники так активно зазывали о мече, прошло почти две недели. Почему добровольный труд жителей города оказался напрасным? И все-таки вывезут ли мусор из Омска? Расскажут мои коллеги. Черные мешки с мусором теперь почти в каждом Омском дворе, в каждом парке и сквере. Труд горожан, вышедших в выходной на уборку, оказался напрасным. Все вот так. И по улицам кругом, где не обойдешь, везде горы. Не вывозят, не вывозят. Люди стараются, люди собирают, но это все бесполезно. Пенсионерка Нина Голованова уже после субботника на уборку своего двора выходит во второй раз вновь собрать уже собранный, но не вывезенный мусор. Да и мне никто не заставлял, посчитал, вот так надо убрать. Они вот до субботника вот как собрали, вот там целая аллея в магазина, так и не вывозили. Мусор пенсионерка складывает в контейнер, надеясь, что его вывезут коммунальщики. Вот только управляющие компании делать это не обязаны. И за уборку пакетов с мусором берутся единицы. В структуре тарифа заложен вывоз твердобытовых отходов и вывоз крупногабаритного мусора. Это диваны, холодильники, старый картон. Мусор, собранный во время субботника, в структуру тарифа не заложен. И управляющая компания, в принципе, не обязана это делать. Но мы, как компания, которая заботится о своих собственниках, делаем это за счет собственных средств. Оказалось, и городские коммунальные службы обязаны вывозить не весь мусор, собранный на субботниках. К примеру, тот, что убрали жители частного сектора или владельцы кооперативных гаражей. Но люди выставляют пакеты на дороги, а это территория города. В 2013 году мы за 10 дней справились, все за мешком. Сейчас, значит, за три дня управиться. И удастся меньше, значит, будет еще меньше. Но три дня это должно быть таким обязательным и ответственным мероприятием. Прошло уже почти две недели. Мусор и ныне там. В распоряжении города около 25 спецмашин, пригодных для таких работ. В дни субботника их катастрофически не хватает. А если автопарк расширить, они будут простаивать остальное время, сетуют чиновники. В итоге, чтобы очистить город от пакетов после субботников, нужно примерно два месяца. Но эксперты считают, сделать это быстрее можно. Где складировать, когда складировать. Если это месячник, то тогда тоже как-то надо поэтапно, может быть, от крупного к частному уходить. Сначала начать с общих территорий, потом пойти во дворы и так далее. Если в советские годы каждое транспортное предприятие давало свободную технику, а иногда и не свободную, но выходной день, и так говорится, всем миром вывозили. Способ ускорить вывоз мусора нашли жители городка Нефтяников. У нас здесь пилили тополя. У нас этот мусор лежал практически год. Когда супруг позвонил в администрацию, сказал, говорит, я сейчас сфотографирую это все, размещу, говорит, на всех сайтах, говорит, это как раз было перед выборами у нас местных депутатов омских. Приехали, убрали все. Месячник чистоты в Омске продолжается, а значит, горы мусорных пакетов еще долго будут обязательным элементом городского ландшафта. Дмитрий Куканас, Ольга Качкурова, Дмитрий Головко и Александр Рябуха. Омск здесь. В минувшую пятницу центр города перекрывали из-за репетиции традиционного смотра войск омского гарнизона. Движение было парализовано на несколько часов. По многим улицам проехать не получится и 9 мая, в День Победы. Амичей просит не пользоваться личным транспортом и на общественном, добираться до площадок, где будут проходить праздничные мероприятия. А их будет очень много. Коротко о главных. В 10 часов утра от 9 мая на парковку у администрации Советского округа подъедут десятки ретроавтомобилей, выпущенных еще до начала Великой Отечественной. Затем колонна машин отправится по центральным улицам города. Установить рекорд по количеству участников в этом году может бессмертный полк. Сбор в 12.30 у библиотеки имени Пушкина. Шествие стартует в 14.00. Чуть раньше, в 12.00 на Соборной площади Омска пройдет торжественное построение войск Омского гарнизона. Зрители увидят строевую выучку войск, а также военную технику. В Парке Победы с 10 до 20.00 праздничный концерт «Наследники Победы». Ну а в 10.00 вечера на площадке у бывшей гостиницы «Омск» грянет праздничный салют. Официально мотосезон в Омске еще не открыт, но байки на дорогах уже появились. Насерев мощных двигателей лишает покоя сна горожан. Недовольные автолюбители у них с владельцами двухколесного транспорта давний спор. А сейчас, когда в России мотоциклисты могут получить преимущество на дорогах, выяснение отношений может стать еще жарче. Но о том, как сохранить порядок на дороге, спокойствие горожан, в этой студии мы поговорим с членом мод-клуба «Легион 55» Александром Маловым. День добрый. Александр, приветствую. Кстати, как доехали к нам? Без эксцессов или их избежать не удалось? И как вообще с этим обстоит дело? Как удается их избежать? Нет, с этим все нормально. А чтобы наша беседа получилась не такой официальной, я тоже немного подготовился, поэтому вы отвечаете пока на вопросы. Так, дорога довольно-таки до вас приятная, хорошая, можно так сказать, после ремонтов, прошедших в прошлом году. Чтобы не было никаких неприятностей, самое главное – это соблюдать правила дорожного движения, не нарушать скоростной режим и все же быть самим вежливым на дороге. Но признайтесь, вот наверняка ведь бывает, хочется гашетку выкрутить на полную. Как часто нарушается? Не скрою, хочется, но в городе, как говорится, стараюсь пар не выпускать, а если уж появляется желание выпустить пар на мотоцикле, пытаюсь выехать за город, как говорится, и прокатиться в свое удовольствие, не мешая другим. А есть ли в городе треки, где вот этот самый пар мотоциклисты могут выпустить, и как часто этими местами мотоциклисты, омские байкеры пользуются? К сожалению, таких прям отведенных мест у нас нету в городе, да, и в принципе, сколько городов я посещал, ну, не видел их. Есть люди, например, когда уж хочется выпустить пар, питбайки, то есть это бездорожье, так сказать, где можно и попрыгать, и выпустить адреналин. Мотоциклистов, автомобилисты, мягко говоря, не любят. Вроде как сейчас нет, и тут же вот он уже появился. Куда он поедет в следующую секунду, тоже предлагать сложно. И в то же время, да, сейчас предлагают преимущество на дороге отдавать мотоциклистам. Вот как вы относитесь к этой инициативе? Возникали ситуации разные, да, на дорогах. Ездили в другие города. В тот же самый Новосибирск, наоборот, автомобилисты, стоя в пробке, уступали место мотоциклистам, чтобы вот мы могли проехать промеж рядов. То есть у них нету такого какого-то негатива прям. Да, в городе есть лихачи, из-за этого складывается, что все, кто занимается, то есть или ездит на мотоцикле, то же самое делают. Нет, это далеко не так. Ну вот в соцсетях, да, сейчас люди активно обсуждают, высказывают свое негодование, свои жалобы по поводу тех, кто любит погонять, порычать. Что, на ваш взгляд, нужно? Какие-то дополнительные ограничения для тех, кто любит пошуметь, погудеть, вводить там? Ну здесь уже должно как бы работать наше ГАИ. В плане того, что они должны тоже понимать, что есть люди, которые не нарушая правил, не превышают шумовое загрязнение, спокойно могут доехать из точки А в точки Б в это время по закрытой улице. А есть кто хочет пронестись. То есть здесь, как вот и в Москве, мотобат. То есть если они видят, что есть прямое нарушение, мотоцикл превышает шумовое загрязнение, он может его остановить и предъявить ему штраф. А самим иногда не хочется вот как-то в ситуацию вмешаться, в том смысле, что поговорить, объяснить тем, кто имидж байкеров добропорядочных портит, как-то с ними разобраться? Или есть такое? Честно говорю, не раз тоже разговаривал. Сейчас уже многие, кто в мотодвижении, уже более опытными стали и стараются уже оценивать сами ситуации. Да, появляются, конечно, лихачи молодые, но как раз вот старые, более опытные байкеры все же наставляют их на путь истинный. Спасибо большое, Александр, что нашли время, пришли в студию и ответили на наши вопросы. Всего-всего доброго. Мы продолжаем программу. Жизнь в Омске дешевле, чем в большинстве сибирских городов. Правда, радоваться этому не приходится. Почему? Расскажем после рекламы. Оставайтесь на продвижении. ХПИП. Город звучит. Хорошо там, где есть радиодача. 101,0 FM в Омске. Радио «Сибирь». 103,9 FM в Омске. Это Омск. Здесь мы продолжаем. Миграция мечей в другие города является одной из самых острых проблем в регионе. Об этом говорят чиновники, подтверждают данные статистики. С начала года Омск покинуло уже больше двух тысяч человек. Уезжающие жалуются на маленькие зарплаты, высокие цены в магазинах и отсутствие интересной работы. Однако, по данным статистики, жить в Омске дешевле, чем в других городах Сибири. Ольга Качкурова проанализировала десятки отчетов и рейтингов и готова с этим поспорить. Пожалуй, самый неожиданный факт. В Омске бензин – один из самых недорогих в стране. По данным Росстата, в среднем цена литра 92-го бензина в Омске составляет 34,30 рубля. При этом средняя стоимость в стране – 36,17 рубля. Да и в среднем по Сибири литр 92-го дороже, чем в Омске. Так, в Томске за 92-й водители отдают 34,39 рубля. В Новосибирске – 34,40 рубля. А самый дешевый бензин – в Кемерово. Литр 92-го – 34,23 рубля. По данным статистов, в Омске не только ездить, но и жить не так дорого, как в других регионах Сибири. Средняя стоимость квадратного метра в однокомнатной квартире – 43,548 рубля. И это значительно дешевле, чем у соседей в Новосибирске – 57,598 рубля. И если там такая цена окажется обоснованной, город больше и что скрывать перспективней, то цены на жилье в Томске и Кемерове удивляют 55 и 44 тысячи рублей за квадрат соответственно. Дешевле, чем в среднем по Сибири – почти на 900 рублей. А мечам обходится фиксированный набор продовольственных товаров и услуг. В него входят 30 видов продовольственных товаров, 41 вид непродовольственных и 12 видов услуг. В марте 2017 года амичам он обходился чуть больше 12,5 тысяч рублей. В Новосибирске за тот же набор платили почти 14 тысяч 200 рублей. В Томске чуть больше 14 тысяч. Дешевле установленный набор первой необходимости только в Кемерове – 12 тысяч 250 рублей. Дешевле, чем у соседей в омске и медицинские услуги. И в частности прием стоматолога. Для сравнения статисты взяли уровень цен на установку пломбы. Средняя цена в Омске – 898 рублей. Это, конечно, не 563 рубля, как в Воронеже. Этот город – лидер доступной стоматологии. Но зато гораздо дешевле, чем в Новосибирске, где эта же услуга в среднем обойдется в 1600 рублей. Дороже всего услуги зубного врача в Санкт-Петербурге – 2600 рублей за одну композитную пломбу. Еще один плюс. Омск входит в двадцатку регионов страны с самой недорогой мобильной связью. При этом еще пару лет назад регион находился в середине списка на 45-м месте. Самая дешевая связь в Самарской области, а самая дорогая – на Чукотке. Впрочем, несмотря на относительную дешевизну, радоваться мечам доступным ценам особо не приходится. Ведь в Омске самые низкие в Сибири зарплаты. По официальным данным, в 2016 году в среднем жители Омской области получали 28 тысяч рублей в месяц. В Томске эта цифра выше на 6 тысяч, в Кемерове – почти на полторы тысячи, в Новосибирске – на две с половиной. Однако, как показывают интернет-опросы, жители Омска зарабатывают и того меньше – в среднем 17-20 тысяч рублей. Это была программа «Омск. Здесь». До встречи через неделю. Субтитры создавал DimaTorzok